Всем привет, с вами Эльпак и добро пожаловать на мой канал. Что ж, друзья, ребята из ProAudio не перестают радовать, а сегодня у меня на обзоре вот такие вот штуки. Adam A3X и Adam A5X. Что ж, друзья, я специально его просил именно 3X, 5X, потому что это вроде как A-серия, ну то есть вот здесь по ссылочке, если вы видите, я до этого тестировал T-серию. Колонки мне в целом очень понравились, честно говоря, они были чем-то даже лучше вот этих вот моих КРК, но вот типа A-серия, это серия выше, чем T, и вот типа они качественные, тут другие, собственно говоря, компоненты и всё такое, и в общем интересно было узнать, почему A5, A3, потому что это типа, ну более-менее такие бюджетные по деньгам штуки, потому что, допустим, 7-ки уже стоят сильно дороже, там, ну а S-серия, я вообще молчу, вот, а эти как бы штуки, в принципе, можно там так или иначе там альтернативить вот той акустике, которая у меня стоит здесь. Ну а ещё они крайне компактные и, честно говоря, тем самым подходят для домашней студии. Вместе с тем говорят, что вот, ну типа трёшки, они типа, ну совсем басить не умеют, пятёрки басят, но слабо, вот, а типа нужно вот семёрки минимум, но, в общем, давайте посмотрим, как это на самом деле и распакуем сейчас их, как раз, мой супер-нож для распаковки. Итак, что здесь имеется? Инструкция. Ну, кстати, здесь есть, видите, вот рекомендации по, как раз, настройке мониторов. Здесь есть штурок, это вот RSA, кстати, штурок, вообще вот интересно, как бы по коннекту посмотреть, но почему-то они вот в комплекте вот именно RSA, а не балансный XLR. Вот. Далее, питание. Собственно, обычный штурок питания с обычным штекером. Пенопласт. Действительно говоря, ножки, ну такие типа маленькие, прозрачные. Вот такая вот, друзья, малютка. И давайте распакуем трёху. Так, что тут у нас? Такой же RSA-штыкабель. Такой же кабель питания. Поднимаем. И вот она, малышка. Ух! Адам А3Х и А5Х. Компактность зашкаливает. Вот обычный iPhone 12. Вот даже меньше двух iPhone'ов и меньше iPhone'ов в ширину. Пятёрки, конечно, чуть покрупнее. Примерно в два iPhone'а и вот чуть больше, чем iPhone'а в ширину. Сорян за такое сравнение, ну, потому что типа все знают, какую величину iPhone. Вот. Вот такие малыши. Я их попытаюсь здесь расставить на своём рабочем столе и, соответственно, заслушать. Попробуем с вами протестировать так же, как в прошлый раз, с помощью нашего микрофона. Я надеюсь, вы что-нибудь поймёте. Сравню их, естественно, с QR-к. Конечно, тест опять будет не совсем корректным, потому что QR-к у меня 7-дюймовые. Но, с другой стороны, типа, всё-таки разного уровня акустика. Ну, явно разного уровня акустика. И поэтому есть смысл их сравнивать, потому что вдруг у кого-то такие же QR-к. И кто-то хочет, типа, купить Адамы, но на семёрке не хватает. А пятёрки, типа, динамик. Ну, в общем, сейчас всё слышим. Ну, а перед этим давайте познакомимся с ним поближе. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть вот эти вот самые ленточные твиттеры. Я не знаю, на вид они одинаковые по размеру, хотя из-за того, что колонки разные, здесь кажется меньше. Основной динамик, ну, соответственно, он разный. Здесь 3 дюйма, здесь 5 дюймов. Фазоинверторное отверстие спереди, друзья, это очень важно. Потому что если у вас реально маленькая домашняя студия, фазоинвертор спереди даст возможность ставить эти колоночки практически вплотную к стене. В то время как в серии Т, вот ту, которую я тестировал до этого, фазоинвертор находится сзади. И, в общем, нужно отставлять от стены, делать какую-то, не знаю, басовые ловушки делать сзади. То есть это гораздо более приятное решение именно для домашней студии, потому что для, там, больших студийных помещений, конечно, это уже не так актуально. И, возможно, даже фазоинвертор сзади будет в некоторых местах предпочтительнее. Ну да ладно. Поскольку эти штуки очень компактные, они, конечно, предназначены для того, чтобы лежать дома. Стоять, точнее, дома. Хотя, наверное, в лежачем состоянии их тоже можно так или иначе эксплуатировать. Вот. Ну, наверное, все-таки стоять дома, да? Вот. И вот именно для этих условий это, как бы, максимально круто, потому что они очень неглубокие. Очень такие, вообще, миленькие-маленькие. И, в принципе, очень классные. Здесь у нас внутри некое подобие, наверное, не знаю, что это такое. Похоже на карбон или кивар. В общем, такой интересный сплав сетчатый. Кнопка включения, что немаловажно. Кстати говоря, кнопка включения – это очень классно, потому что, ну, только у РК есть такая функция. Она, кстати говоря, клевая, да? Никогда долго там не работают, они сами себя вырубают. Это очень прикольно, потому что, ну, типа, не нужно каждый раз включать всю систему. И, как бы, они там начинают мерцать. И потом приходишь, включаешь обратно музыку. Через, там, пару секунд они заводятся и опять играют. Могут, правда, оглушить. Это, на самом деле, очень круто, с одной стороны. Но, с другой стороны, гораздо круче иметь возможность просто с лица их выключить и включить. То есть, не отключая там всю сеть, просто бах-бах. Вообще, радуют приборы с топкой включения. Потому что за последнее время у меня было несколько приборов, в которых не было кнопки включения. В том числе, огромный пульт, там, и вот, MUX SubGarmonicon. И, вы знаете, каждый раз в этот момент, то, что ты выключаешь, типа, его как-то из розетки, и, далее, каждый раз кажется, что что-то делаешь не так. Потому что, типа, просто питание обрубаешь, вместо того, чтобы морально выключить, дать ему возможность, как бы, отключиться в штатном режиме. Здесь, вот, видите, кнопочка есть. А на лице очень удобно. То есть, у него стоят, руку протянул, тыкнул, все нормально. Ну, и кнопочка громкости. Вот, причем, очень интересно, когда я двигаю громкость, здесь есть отметка в 0 дБ. Вот в этой отметке он, так, как бы, фиксируется, дает щелчок. Тоже очень удобный момент. Здесь, соответственно, как вы видите, совершенно та же самая история. Вот, если спереди они практически ничем не отличаются, разве что только размерами, то сзади отличия уже кое-какие есть. Во-первых, коммутация. Смотрите, балансный XLR кабель. Вот, очень странно, что они не положили вот именно XLR, а положили именно RSA. Ну, не знаю, на что рассчитано. Видимо, рассчитано на то, что такие колонки могут купить, типа, ну, не профессионалам на студии, а, например, не знаю, к своему виниловому проигрывателю. Да, наверное, есть смысл его подрубать именно под RSA. Ну, или какие-то диджейское оборудование, да, он тоже все там на RSA-шках. Тем не менее, этот RSA-инпут, и именно под него в комплекте идет кабель. Вот, далее здесь такая штука. Есть вот In-Out Ports. Это вот для, так называемого, стереолинка. Что здесь есть далее? Ну, понятно, да, разъем для питания. И вот здесь вот. Это типа вариант эквалайзера, друзья. Вот здесь, видите, Twitter Level, то есть, здесь только уровень Twitter указывается. Вот, ну, то есть, здесь вот отверточка, можно отрегулировать сильнее или слабее. Я так понимаю, что Twitter, это речь идет вот о высокочастотном динамике, да. Здесь у нас уже есть High Shelf, Low Shelf и Twitter Level. То есть, если вот именно, то есть, не просто типа High, Mid, Low, да, а именно уровень Twitter отдельно, и дальше типа вот высокий срез и низкий срез, да, то есть, высокие и низкие частоты. Вот так это здесь сделано. Не так удобно, как на КРК, потому что на КРК у нас есть экранчик, там чуть ли не с эквалайзером, со всеми делами. Это как бы, ну, типа современный мир, типа iPhone. Это, конечно, более древнее решение. Но, тем не менее, оно здесь есть. Вот, и если вам нужно подстроить под помещение свою акустику, против бога, вы можете подстроить. Ну что же, давайте-таки расставим и послушаем. Ну что же, друзья, собственно, все готово к тесту. Колонки я, видите, установил. Всегда бы у меня так было, конечно. Микрофон стоит ровно по центру, все колонки смотрят на него, и сейчас мы будем по очереди как бы тестировать вот все, что здесь есть. И я вам, походу, буду говорить, что я об этом думаю. Итак, тестировать мы будем на, ну, собственно, моих проектах каких-то, да. Ну, слушайте. Это пятерочки. Это вот трешечки. Я вот слышу бочку, но особо разницы нет в бочке. А это вот КРК. Ну, смотрите, немножко другая картинка, да? Пятерочки. Спасибо. Снова рука. Ну, в общем, как-то так. Давайте-ка я на другой проекте загрузим. Я сейчас играю пятерки. Тонники. Снова пятерки. Тонники. Верка Семерки 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 Чистая высота крески вообще не произнесся по высоте вообще не произнесся высота средняя а вот на каркасе это все по-другому это случается Пятерки. 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 Трехки. Пятерки. 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 Вот смотрите, я с ним поживу сейчас неделечку и составлю вам свое более аргументированное мнение, пока мы берем, конечно же, паузу. Ну, потому что, что я сейчас могу сказать. Сейчас могу сказать, что, знаете, вот по сравнению, допустим, с КРК прямой такой тест, даже пятерки, вот у них есть середина. У КРК как будто бы середины нет, у КРК не яркий верх. Я, чтобы вы понимали, здесь во всех колонках как бы, ну, абсолютно ровная эквализация, то есть все в нулях, то есть я ничего дополнительно не подстраивал. И вот у КРК верх, ну, он как бы есть, ну, такой. Вот середина, ну, опять же, да, пока я на них работал, я этого не замечал, мне было нормально. Бас здесь, конечно, можно сказать, так ухает, ухает, но зато, когда мы берем, например, пятерки, здесь есть середина, и здесь такой бас, он как будто бы, ну, прям вырисованный, да, если вот сравнить, допустим, с Т8В, где бас такой бархатный, прям, ну, то есть там он ухает и прям, ну, ты прям млеешь под ним, то вот, допустим, на пятерках он как бы такой более, что ли, читаемый, более честный, но на трешках, как сказать, вот, знаете, они как бы, вид как они стараются, да, то есть, допустим, ну, тоже примерно громко, если тут руку ставишь, у них прям из фазы инверторов прям фигачит воздухом с таким давлением офигительным, и, ну, по сути, конечно, очень круто, что это все происходит, но, как бы, мы же понимаем, что маленький динамик, да, и как бы бас он все равно дает, ну, как бы, он такой, бас получается, как бы, немножко наивный, что ли, тем не менее, за счет его размера, ну, по мне, так, как бы, это офигенная штука, потому что, ну, это ровно, наверное, кажется, половина от КРК, и длину, и высоту, и, если, допустим, у маленькой студии, есть смысл поставить именно такие, и, как бы, и бас вот здесь прочтете, да, и, по сути говоря, у вас середина будет отличная, ну, а верха, вот, верха, у трешки и вот у пятерки, ну, как бы, верха, середина практически не отличаются, они практически, вот, ну, одинаковые, разница только, вот, наверное, вот по, скажем так, нижней середине и низу, ну, и, как я уже сказал, пару недель паузы, и потом я вам расскажу о том, как это все, так сказать, в процессе эксплуатации вскрылось. Ну что ж, друзья, вот, собственно говоря, и прошли эти две недели, которые я провел с динамиками компании Adam, с мониторами, соответственно, это A5X и A3X. Пришло время вам рассказать, что же я о них, собственно говоря, думаю. Ну, вот, начну, наверное, с пятерочек. Вы знаете, пятерочки меня очень порадовали. Во-первых, такое, вот, отсутствие бубнижа в басе, понимаете, то есть, ну, бас, он чистый, он читаемый, он понятный, его можно отстраивать, его слышно хорошо. Вот что характерно, вот эти фазоинверторы, да, они достаточно так нормально отрабатывают, и, ну, пусть говорят, типа, что все равно, вот, нужно от стенки подальше, но все-таки нет, фазоинверторы спереди, они уже дают басу возможность двигаться прямо в уши, грубо говоря, звукорежиссера, ну, в данном случае музыканту мне. Вот, то, что касается вот высоты, слишком такой, как сказать, слишком большой окраски высоты, ну, знаете, да, она есть. Но, с другой стороны, в чум, собственно говоря, нет. То есть, не то, чтобы она окрашена, она просто, как бы, более детализирована, понимаете. То есть, мы привыкли слышать высоту такую немножко, ну, столь ли, как бы, немножко замыленную, немножко более диффьюзную. Вот эти штуки, они ее дают детальнее, что, опять же, дает возможность их максимально отстроить. Поднять, что там вообще происходит у вас в высоте, какие гармоники, да, вот то же самое. Вот сейчас играла музыка, и вы же вот слышали, да, вот эти вот нюансики, нюансики, нюансики там, тут. Ну, я надеюсь, что вы их слышали. Вот, они здесь есть, и я их слышу, и мне, как бы, на самом деле, это нравится. Тут нюансики фильтры, нюансики отзвуков, нюансики резонанса. Вот такая, как бы, штука. Вот, то, что касается A3X, вот, честно говоря, по высоте все ровно то же самое. Абсолютно. Все то же самое. Ну, имею в виду высота и, скажем так, верхняя, средняя, частота. По низу, ну, они, старым, стараются. Прям видно, что они стараются. Вы бы знали, тут буквально вентилятор. Можно летом сидеть вообще без какого-то дополнительного кондиционера, потому что, когда их раскачиваешь вот басами, они прям дуют прям по максимуму. Но чуть-чуть им не хватает, вот, для того, чтобы быть басом. Но, опять же, я делаю, так или иначе, такую танцевальную музыку или хип-хоп, и тут, как бы, бас очень такой важен. Если ваша музыка, которую вы собираетесь делать, она, как бы, не связана с таким вот ãмом, такие вот долбежки, да, то в целом вот услышать хорошо в них середину и услышать детально в них верх, это вот прямо они. То есть трешки. Ну, и тут уж важно понять, что вот они, они очень маленького размера. То есть это буквально такие, ну, не знаю, с чем сравнить, это просто карманные мониторы. И они очень милые, они очень классные. Чуть-чуть они, конечно, не добирают басом, но, ребята, это объективно. Ну, трехдюймовый динамик, ну, как бы, ну, не может он дать вам вот этого ухания, да, Если вы хотите использовать именно трешки, потому что по деньгам они на самом деле более-менее приемлемы с точки зрения какого-то бюджетного сегмента, они достаточно доступные, но честно говоря, я бы к ним приставил какой-нибудь сабвуфер. То, что касается пятерок, они в принципе могут выполнять роль полноценных домашних мониторов для абсолютно любого типа музыки. Мне очень понравилось их звучание. Ну, с КРК, как я уже говорил, сравнение будет не самое корректное, потому что КРК все-таки семерки, но почему нет, собственно говоря. У КРК звук, даже не знаю, как его описать, он слегка более мыльный внизу, слегка более мыльный вверху, в целом он слегка более мыльный по сравнению с адовыми. В адамах звук достаточно детальный, друзья, и, в общем-то, мне очень нравится, как они звучат, и мне опять, честно говоря, не очень хочется расставаться. Но придется. Вот, я надеюсь, мой выпуск был вам полезен. Понятно, что самый главный тестер – ваши уши, и если вы пойдете, ребята, за мониторами в магазин, то, пожалуйста, вот доверяйте своим ушам. То есть, пришли, взяли какой-нибудь трючок, который вы знаете, как звучит, который вам нравится, как звучит. И, да, есть такой нюанс, что любые мониторы, там, они в разных акустических условиях звучат по-разному. Возможно, в магазине вам понравится, а дома нет, но, тем не менее, кроме как тест, такой личный тест, личными ушами, вот вы ничего не сможете понять. Потому что мне безумно нравились, как звучат КРК, но теперь, в сравнении, вот у меня был Т8В Адамы, которые уже давали бас гораздо более бархатный и приятный. Может быть, это не так и хорошо, что он более приятный, да. С другой стороны, я же пишу музыку, а на сведение отдаю ее в студию, и вот за честностью, пускай они там вот в студии, собственно говоря, следят, да. У них там есть много мониторов, всевозможный там щит-контроль, правильные акустические условия и все прочее. А мне же нужно делать музыку, нужно делать так, чтобы она нравилась. И вот пока, пока, те восьмерки, им просто нужно было прям очень много звука, да, чтобы их прям раскачать. Вот эти пятерки много звука не надо, здесь музыку можно слушать тихо. И вы тихо слышите нюансы баса, вы тихо слышите нюансы высоких, вы тихо слышите середину. Она вот на этих, что на этих, то есть на обоих, на обоих вариантах середина она есть, и она читаемая, и она прям классная, прям самый сок. И честно говоря, я тащусь. Ну и, друзья, если вам нужны мониторы, которые находятся там, ну, в более-менее бюджетном сегменте, то либо пятерки, либо трешки, очень хороший будет для вас вариант. Потому что, ну, такого прям вот качества за такие деньги, ну, очень мало компаний предлагают, и спасибо Адаму, что они такие есть. И еще раз спасибо, опять же, ребятам из ProAudio за то, что предоставили мне возможность ознакомиться вот с всем этим делом, с всем этим звучанием, и вот, собственно говоря, прикоснуться к великому, так сказать. Ну и с вами был Эльпака, до новых встреч на канале. Субтитры подогнал «Симон»!